Гутен Морген! Сегодня решили сделать небольшой выезд на Рось читерским методом, объезжая все дороги, едем до Мироновки на электричке, а оттуда сразу по классным местам своим ходом. В эту поездку я взял на тест поседло Crux C17 с вырезом и решил проверить, насколько оно отличается от моего V17 Narrow Imperial кожаного. А вон там, походу, уже Андрюха стоит, меня ждет. Здравствуйте! Необходимо приобрести березда. Скажите, за велики надо платить? Да, да. Вас могут на турецетах не пропустить. Сколько за велики? Семь гривен полумена билета. Давайте три билета и четыре велика. Четыре гривни за все. У вас восемь быточек. Спасибо. Мы сняли отличный номер в пятизвездочном отеле. Вот это наш санузел. А я в замочах все вижу. Мы, как всегда, решили воспользоваться мэпсами и... Спасибо. Спасибо Йохану, как всегда, поэтому мы прыгаем через пути. Вместо того, чтобы идти нормально. Ну, дорога есть. Дорога есть, все окей. Так что мы идем. Ну, по того же. Так что мы прикрыли. Дорога есть, как пласта. Велика, у нас есть ти тура, а как, знаешь? Катеринская песня. Дорога есть. Давай, давай. Играет музыка. Подписывайся, что можно играть? Катеринская песня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Доброе утро, новый экспириенс Как можно видеть по моему лицу, чего не надо делать Не надо делать, спать не на подушке И надо спать на своей рубашке Спать на рубашке это очень херовая затея Поэтому покупайте все надувную подушку И похер сколько она места занимает А еще Вова знает больше о спальниках, чем кто-либо я Смотрите, что он умеет Вова умеет ходить в спальнике как пингвин Потому что спальник пингвин Я не знал, почему он пингвин, пока Вова мне не показал Второе Можно хранить свой телефон Пингвинем спальники тут Чего я тоже не знал Почему я и даже не знал А еще У него тут есть специальный зацеп Для чего это? Ну это чтобы вешать спальник Вот, чтобы низ спальника Не выпадал, правильно? Офигеть Офигеть, как я и не знал Капец Сейчас нам еще второй Вова расскажет свой лайфхак Пробивак Вот он наслушался Йохана Подожди Насмотрелся Йохана Ты не подписан на Йохана Это не вырезвали Ты не подписан на Йохан Вова не подписан на тебя Йохан, смотри Вот этот человек Ничего личного Не подписался на тебя Но мне кажется, он врет И все, он видел твой пивак И тоже купил пивак Нет Мы после Карпат Нам турист рассказал про пивак Я впервые о нем не слышал И решил попробовать его Зашел на свою любимую высоту И они мне сказали Спроси у Йохана Он катал по пиваку И тогда я зашел на канальчик Йохана Но не подписывался И посмотрел, как он съездил с пиваком Но как-то не поменял желание Просто попробовать его В целом, штука интересная Но было очень тепло И реально важный момент Нужно как-то мыть смоскитную сетку Потому что открыться наполовину Не получается из-за комаров А если маленькую дырку Старает только для носа То дышать вообще невозможно Весь потеешь И хочется просто вылезти наружу И вылезать куда-то Дю-дю-дю, рекламная пауза Забазарился, да? Ну, ты сам спросил Субтитры сделал DimaTorzok 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 Единственное, что обидно Так это то, что никто не снимет Как я еду по этим крутым скалам Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Экстрайт это сюда что ли? Ну да. Субтитры сделал DimaTorzok Короче, наше приключение продолжается. Я надубил с расписанием. Почему-то думал, что нам на 8 часов электричка, а она на 4 часа. И мы сейчас не доехали 17 километров и не успеваем на электричку, поэтому решаем, поедем ли мы своим ходом в Киев сотку или поедем в Белую Церковь на вечернюю электричку. В общем, после долгих раздумий было принято решение доехать до Кида Мироновки, попробовать успеть на электричку на Фастов, а из Фастова попробовать успеть на электричку в Киев. В любом случае, если мы даже не успеем на электричку в Фастове, то до Киева останется 80, а не 120 километров. Что не может не радовать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем, приключение наше удалось, потому что оказывается, что можно на Фастовской электричке уехать на ней же дальше в Киев, потому что она приезжает в Фастов, стоит там полчаса и едет дальше в Киев. Лайфхак Укрзалезныца. Это не реклама. Но, получается, мы могли не спешить, мы могли сесть и на 8-40. О-о. Но мы не знали внутренних лайфхаков, потому что у нас не было информации от Укрзалезныца. Она ее не дает. А теперь мы можем идти в электричку, да? Давай, мы у нас как раз мистябель аппарат. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем, мы удачно погрузились в электричку, и я думаю, что можно спокойной душой теперь записать свой вердикт по седлу. Седло понравилось, оно интересное, круто то, что не нужно делать прикатку. Возможно, конкретно мне оно не совсем подходит, потому что мне оно показалось жестковатым и не очень удобным на прямых дорогах, просто когда едешь по асфальту. Причем, что интересно, удобно на кочках внезапно. Не знаю, с чем это связано, но, в общем, наблюдается такое... А кто ты не знал, что он бибикает каждый раз туда справлять? Поэтому для тех людей, которые катаются с баранами на классическом, скажем так, туринге, катаются в памперсе, которые не хотят заморачиваться по поводу седла и то, что его нужно прикатывать и беречь от дождя, я бы рекомендовал брать именно C-версию Cambium с вырезом. Мне кажется, что B17 будет более комфортным именно с точки зрения туризма. Поэтому я буду ставить свое седло назад и кататься дальше на нем. Потому что, как показывает практика, для меня кожа работает лучше. Вот так закончился наш короткий трип. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, дергайте ваши колокольчики, подписывайтесь на мой канал и до новых встреч. Всем пока! Вы что тут собрались рубить? Вы кто такие? Покажите паспорт! Покажите паспорт! Покажите паспорт!